Беспилотники ВСУ поразили ангар на авиазаводе Бериева, где проводился ремонт российского самолета дальней радиолокационной разведки А-50. Птичка находилась внутри ангара во время атаки. Ремонтировался тот самолет, который получил повреждения в Беларуси. Согласно спутниковым снимкам, на ангаре в Таганроге теперь появилось большое черное пятно, что свидетельствует о мощном прилете. По всей видимости российский самолет был добит окончательно. Ранние кадры за 29 февраля, демонстрируют данный борт на уличной стоянке, но позже его перегнали внутрь строения. Это было обусловлено сбитием такого же самолета. Момент прилета по ангару на авиазаводе Бериева, засняли камеры наружного наблюдения. Удар дрона вызвал очень мощный взрыв, и видно как осколки полетели в разные стороны. Сэр, дрон. Адам, возьми. Адам, иди сюда. Адам. 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 Беспилотник летет. Иди сюда. Иди сюда, быстрее. Быстрее, иди сюда. Жаль, пошли этим. Пошли, пошли, быстрее. Нет, нет, пожалуйста, не к нам. В этот раз россияне удивились, что дроны несли гораздо больший заряд взрывчатки, чем раньше, а также удивились количеству беспилотников. В общем счете только на один Таганрог, было запущено более 40 дронов. Также оккупанты сообщают, что беспилотники летели на высоте 15 метров, а стрелковое вооружение было неэффективным при попытках поражения. Дроны залетели через оккупированные части Донбасса, а потом повернули на юг, и ударили по Таганрогу с севера. Крыша горит. Ближайшие российские аэродромы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы их можем спокойно обрабатывать, лишая противника авиации, и вынуждаясь делать их использование невозможным или, по крайней мере, затруднительным. Вот он летит, заяц. Прямо от города. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.